Эвтаназия разрешена только в четырех странах Евросоюза, Бельгии, Нидерландах, Люксембурге, а с марта этого года в Испании. В Латвии были попытки дискутировать о легализации эвтаназии, но пока безрезультатно. Этой весной Сейм была подана инициатива за хорошую смерть, но ее отклонили. Эвтаназия – это буированная тема, о которой лучше не говорить. Об этом новая серия дигитального проекта «Клетка» на портале lsm.lv. Аргументы и предрассудки этой темы в следующем сюжете. Необходимые 10 тысяч подписей для подачи инициативы о легализации эвтаназии в Сейм собирали 4 года, но законодатели быстро ее отклонили, без последующих дискуссий. Впрочем, удивление общества вызвал состав экспертов, приглашенных на заседание комиссии. Это священники четырех конфессий и несколько врачей. Церковь отделена от государства, но не запрещена, как в советское время. Священники – те, кто довольно часто имеют дело с людьми в их последние дни и в не самые радостные мгновения. Инициатива должна быть за лучшую жизнь, а не за хорошую смерть, сказал на заседании комиссии врач Вилни Сосерс. И депутат с ним полностью согласна. Как и с тем, что для легализации эвтаназии должна быть на всех уровнях упорядочена медицинская система, и найдены средства, чтобы завершение жизни тяжелобольных не было мучительно тяжелым. Были и опасения, что эвтаназию будут использовать в ненадлежащих ситуациях. Я не могу сказать, что это был страх, сомнения, не появится ли в таких случаях. Даже при пассивной эвтаназии благоприятная почва для попыток ускоренно получить наследство или избавиться от ненужной тяжелой опеки. Не будет ли это способ избавиться от пожилых людей? Из-за их бессилия и, возможно, недостаточной информированности. Это не так просто. Во всем мире, где легализована эвтаназия, она проходит на нескольких уровнях. Нет такого, что мы просто хотим, например, сами провести эвтаназию. Это не вопрос одного дня. В Испании, например, после долгих дискуссий парламент проголосовал за эвтаназию, а вот португальский конституционный суд аналогичное решение остановил. Испания очень религиозная, конечно, в позитивном ключе, католическое государство. В то же время там легализована эвтаназия, потому что они считают, что религиозные взгляды не могут быть основанием для политических решений. К списку стран, где разрешена эвтаназия, 7 ноября присоединится и Новая Зеландия. Там за эвтаназию общество проголосовало на референдуме. Марина Лебедева, Дагния Неймане, Русл СМ, Латвийское телевидение.